Друзья, всем привет! Меня зовут Жора, по батюшке я Григорьевич. И сегодня я хотел бы поговорить на тему оскорбления. А именно, как на них реагировать и что отвечать. Перед тем, как записать это видео, я посмотрел кучу роликов в ютюбе на подобную тему. И, господи, чего мне только не насоветовали. Мне советовали, если меня оскорбляют, нужно это принять. То есть, я слышу в свою сторону оскорбление, ты дебил, ты идиот. И я должен это, получается, принять. Типа, ну да, я дебил. Ну да. Или как это должно выглядеть. Второе, что мне посоветовали, это, когда меня оскорбляют, нужно очень громко посмеяться. Как будто человек, который захотел, собственно, меня оскорбить, произнес какую-то умрительную шутку. Вот этого я тоже не понимаю. Ну и, в общем, много других советов, таких, ну, именно идиотских, которые я не понял. В общем, многое всякого бреда повидал и подумал, что нужно снять нормальный видос с нормальными советами. Ведь, согласитесь, если дело доходит чуть ли не до драки, человек вас материт, человек вас оскорбляет, и тут вы громко посмеетесь, это повлечет за собой очень плачевные последствия. Можно и по лицу получить. Для начала я хочу рассказать вам историю, которая приключилась со мной вот буквально на этой неделе. Утро, часов 8. Я сел в маршрутку и поехал на учебу в колледж. Через пару остановок заходит неандерталец, лет так 25, и от него ужасно несет перегаром. Окей, остановились, едем дальше. Буквально через одну-две остановки входит мужчина с женщиной. Мужчине лет 47, на скидочку. Ну, а женщине, может быть, 30, чуть больше. И этот неандерталец времен Палеолита ко мне подходит, нависает. Вот так вот смотрит на меня, сверху вниз. Следующие его реплики были примерно такие. Слышишь, ты, чмо очкастая, быстро встал. Ты что, старших не уважаешь? Я тебя сейчас очки разобью. Быстро встал, у него глаза наполнились кровью, и он на меня так смотрит, как будто хочет избить. Вот он напряженный еще был, такой кулаки сжал, так ты что, чмо очкастая? Ну, примерно таким жаргоном объяснял. Естественно, это все дополнялось ненормативной лексикой, матами. Я сжал вам до приемлемого, так сказать, приемлемо пересказал вам. Я, естественно, с места не встал, продолжал сидеть. Ведь это было грубо с его стороны. Если бы он попросил как-нибудь помягче, может быть, я и уступил. Вот. И еще один момент. Он обратился к чму. Я же себя за чмо не считаю. Я на него посмотрел. Сначала он нес невнятную какую-то, вот просто невнятное что-то, мямлил. Потом уже были отчетные маты и, собственно, угрозы. Я на него так смотрю, ну и типа вот так вот ухмыльнулся. Так вот, ну и что, и что, что это все, на что ты способен, типа? И он продолжил опять меня оскорблять, продолжил угрожать. Ну, вы понимаете. Вся маршрутка, в общем-то, напряглась. Потому что, типа, сейчас будет какое-то месиво. Изначально я ему, ну, не хотел отвечать, ну, потому что что с ним общаться. Ну, мне просто надоело, понимаете. Он меня оскорбляет, посылает, угрожает. И я сижу, и что? Ну, я ему в лоб вопрос задал. Че тебе от меня надо? Наш неандерталец стал спрашивать меня, местный ли я, на какой остановке выхожу. И ряд других вопросов. Я, естественно, не стал ему отвечать, потому что, во-первых, кто он мне такой? И, во-вторых, с какого я должен ему отчитываться? И дальше я просто стал его игнорить. Ведь, ну, что с него взять? Потом за меня вступился водитель, говорит, так, успокойся, я тебя сейчас высажу. Быстренько тут успокоился. Он с меня отошел. Через пару остановок я благополучно вышел и пошел учиться. Мораль всей басни такова. Если человек вас оскорбляет, унижает, угрожает, то флаг ему в руки. Обычно такими делами промышляют люди, просторечивые, у которых низкий уровень интеллекта, образования и культуры. Как же на такое реагировать? Просто представьте, что перед вами умственно отсталый человек. Хотя нет, еще лучше. Представьте, что перед вами умственно отсталая креветка. Ну, вот что с ней беседовать? Мозг один миллиметр в диаметре, все равно ничего не поймет. Будьте спокойны. Не подавайтесь человеку, который вас оскорбляет. Не надо делать того же в ответ. Если человек насмехается над вами, то можно его просто игнорить. Ну, в плане, а, ты что, блогер, там, видео снимаешь? Можно проигнорить. У меня таких много было, тупо проходишь дальше, игноришь. Потому что, ну, что с ним взять, креветки. А вот если человек на тебя наезжает, начинает обзывать, материться на тебя, угрожать, такому человеку нужно давать отпор. Сразу давать отпор. Не игнорить. Главное, не бояться этого человека и задавать как можно больше вопросов ему, чтобы его это сбило с толку. Как правило, людей сбивает много вопросов с толку. Например, что ты хочешь добиться? Чего ты от меня хочешь? Чего тебе надо от меня? Просто нужно быть уверенным в себе. Говорить недрожащим голосом. Просто сосредоточьтесь и говорите, как вот на камеру. Чего тебе от меня надо? Чего ты преследуешь? Чего ты докопался до меня? Ну и, пожалуй, всё. На этом моё видео заканчивается. Надеюсь, вы подчеркнули для себя какую-то новую информацию. Будете ей пользоваться. Удачи! С вами был я, Жора, по-батюшке Григорьевич. Увидимся!